Встреча с Евгений Алексеев и Дионисом Коптарем И она расшифровывает загадку февраля, расшифровывает таким образом никаких проблем в Российской империи накануне февральской революции и в течение всего 20 века настолько масштабных, чтобы происходила какая-то революция не было. То есть февральский переворот никакая не революция. Это мятеж, это заговор, это захват, арест Верховного Главнокомандующего в период войны, тихчайшее преступление. Захват и лишение полномочий главы государства, еще раз подчеркиваю, в период тяжелейшей войны. То есть это преступление. Почему оно замалчивается? Вот в чем вопрос. И почему мы вынуждены проводить не какие-то масштабные конференции с участием государственных деятелей, ученых-мужей, занимающих официальные посты в высших учебных заведениях или в научных учреждениях. Потому что у власти февралисты. Потому что продолжается та же самая измена, которая произошла в феврале 2017 года. И люди с настроем на измену находятся у власти. И занимают ключевые посты в области культуры, образования, науки, государственного управления. Все это февралисты. И естественно, что задача России и русского народа избавиться от вот этого морока феврализма, отбросить все те глупости, которые пришли оттуда, из так называемой демократической общественности. А потом эта демократическая общественность переродилась в большевистскую, коммунистическую. И сейчас продолжает морочить нам головы. Я тут в очередной раз услышал полный бред. Геннадий Зюганов сказал, что оказывается Николай II проиграл сразу три войны. Вот интересно, какие войны он имел в виду. Русско-японская война. Понятно, там не было победы, но не было и поражения. Очень отдаленная территория. Понятно, что там особенно и нечем было воевать. Туда добраться русским войскам было очень тяжело. И вот так большевики потирают руки. Ага, проиграли, вот так вам и надо. Вот вы не дееспособны, ни на что не способны. Но в 905 году эти большевичьи и вся эта шушера криминальная, ведь нанесла удар в спину нашим войскам. Начались беспорядки и стачки по всей стране. И на Урале там Свердлов нанимал за иностранные деньги бандитов, которые убивали чиновников. Ну, все это удалось раздавить, но ценой вот так называемого манифеста 17 октября. И ценой того, что нам пришлось, поскольку вплотную предвинулась мировая война, пришлось пойти на переговоры. Где они происходили? Они происходили в Соединенных Штатах. И тогда Витте тоже изменник, в общем-то, хотя его почему-то считают выдающимся экономистом, самый настоящий изменник. Он добивался от государя-императора, чтобы отдали еще больше, чтобы отдали весь Сахалин, чтобы отдали все Курильские острова. Ну, вот его за это и прозвали полусахалинским, потому что он уступил половину Сахалина. А так, в общем-то, японская армия была разгромлена, и Япония потеряла все возможности дальнейшего ведения войны. Но если бы война продолжилась, то в нее включились бы те, кто вооружал и обучал японскую армию. А здесь были и германские инструкторы, и английские, и американские вооружения. Все по последнему слову техники воевали против России, не только одной Японии, японскими руками. Мировая война могла разгореться там, вдалеке от коммуникаций Российской империи, могла начаться там. И поэтому это был маневр, а вовсе не поражение. Уклонялись от войны, не успев к ней подготовиться, и на отдаленном театре, где воевать было невозможно. Поэтому, ну, конечно, это вранье по поводу поражения. И я не знаю, какая там третья война, но вторая война, видимо, имеется в виду Первая мировая война. Но в ней поражение как раз организовали большевики. Кто подписал Брестский мир-то? Так они проиграли большевики. Временное правительство, когда рухнул фронт и тыл из-за развала государственного управления и армейского управления, накануне февральской революции готовилось самое масштабное наступление. И в мае оно бы началось, к сентябрю оно бы уже закончилось, и русские войска стояли бы в Берлине. Германия была бы уничтожена. А к этому времени фактически уже была выведена из войны полностью разгромленная Турция. Наполовину, можно сказать, уже утратила военный потенциал Австрия. И Российская империя победно могла завершить войну. Но кому-то хотелось воспользоваться этой победой. Без царя, который, конечно, был главным организатором грядущей победы, хотели присвоить эту победу, и вот эти изменники постарались до наступления. Они решили, что вот они царя сместят, сами организуют наступление, победят в войне, и под аплодисменты заменят царя на вершине власти. Ничего не получилось, все рухнуло, все разрушено. Но разрушено окончательно было большевиками. Их там приказ номер один по армии, где фактически дезорганизовывалось все на свете. И в дальнейшем подписание Брестского мира. Так это вот вы, наследники большевиков, вы организовали это поражение. А русская армия Российской империи воевала в целом успешно, вдалеке, в тысячи километрах от Москвы. Это вы, большевики, в 1941 году допустили до того, что немцы дошли до Москвы и держали очень длительное время в осаде бывший Санкт-Петербург, Ленинград. Вот вы Ленинград фактически убивали голодом из-за своей недееспособности и неспособности сражаться с врагом. А русская армия Российской империи не подпустила, не подпустила врага к столице своей, к Санкт-Петербургу. 500 километров было далеко и воевала, еще раз подчеркну, успешно. Для нас, для Российской империи Первая мировая война складывалась успешно и могла завершиться победой, если бы не переворот заговорщиков-февралистов, если бы не большевики. К сожалению, образ нашей Родины, образ Российской империи сейчас складывается в результате большевистской пропаганды. Общеизвестно, ну конечно, общеизвестно, как вспоминают, что такое Российская империя в 19 веке. Нет, это не впечатляющий рост территории, не освоение Сибири и Дальнего Востока, не установление границы с Китаем, это рост численности населения. Это Салтычиха. Вот в Салтычиха больше ничего. Это вот эти анекдоты про то, что крепостное право, какой ужас, оно же было отменено. А когда оно отменялось, всего треть, ну где-то около трети крестьян было действительно крепостными, и уже само крепостное право изжило себя, уже оно и не практиковалось как таковое. Уже практика закрепощения уже не была столь жестокой, как в начале, когда... Вот об этом рассказывает Евгений Алексеев, естественно, противостоя вот этой большевистской мифологии, которая оскверняет нашу Родину, оскверняет всю русскую историю, замазывает вот этой красно-бурой кровавой краской 20 века. Я склонен считать, что как и Римская империя, Российская империя делится на два периода. Это ранние империи от Петра Великого, в общем, конечно, можно говорить от его отца Алексея Михайловича, но юридически от Петра Великого до императора Павла, и поздняя империя от Павла до Николая II. Первая, значит, линия раздела – это переход от сословной абсолютистской монархии, где огромную роль играло дворянство. Это правда. XVIII век – это действительно золотой век российского дворянства здесь. Это не преувеличение, не идеологические догматы. Хотя, как ни парадоксально, при изучении истории и в школах, если кто помнит, я учился уже в ВУЗе, на историческом факультете, все время упор делали на XVIII веке, а XIX век микшировали и сводили в основном к борьбе, так называемой борьбе эксплуатируемых классов, их выразителей, революционных движений с эксплуататорами. То есть истории как таковой, именно фактуры, старались не давать, потому что она не ложилась в концепцию и в канву вот этой вот такой классической классовой борьбы. Потому что, на самом деле, даже знаменитое хождение в народ, когда разночинцы пошли в деревню агитировать против царя, оно полностью провалилось. Сказать это честно в школе невозможно, то есть, иначе рушится вся концепция вот этой вот народно-освободительной борьбы, которую они вели от декабристов до большевиков. Вот. Но касательно XVIII века, действительно, к сожалению, с Петра Великого и до Павла это период, с одной стороны, гигантских и блестящих побед и успехов во внешней политике и достаточно тяжелое положение внутри государства, где престол стал такой вот разменной монетой в борьбе притрианской уже практически гвардии нашей и русского дворянства. И, кстати говоря, все дворцовые перевороты, направленные и против Петра III, и против Павла, а потом и, я считаю, попыткой последнего дворцового переворота, конечно, является декабрьский мятеж 1725 года, это именно стремление дворянства не позволить укрепиться институту общенациональной монархии. Монархия, которая бы служила интересом всего государства, а не узкой дворянской корпорации. Это очень существенный момент. И еще один момент, это начало эмансипации русского крестьянства. Первым шагом, опять же, в школе все помнят указ Александра I о вольных хлебопашечках, но на самом деле первый шаг в вопросе эмансипации русского крестьянства был, конечно, сделан Павлом I, когда он издал указ о трехдневной барщине. То есть три дня крестьянин работал на помещика, три дня на себя и седьмой день воскресенья, отдай Богу. Это полностью уложилось в так называемую православную парадигму. Что теперь стоит сказать о XIX веке? То, что это действительно, можно сказать, высшая точка развития русской традиционной государственности. Это относится и к успехам вовне, потому что, например, при том же Александре I в России вела одновременно четыре войны. Четыре? Так сразу не скажу, но посчитать. Война с Турцией, война с Персией, война с Францией, война со Швецией. И при всем при этом все четыре войны были выиграны. Это говорит, что нам, а может ли слабое государство вести одновременно четыре войны и все их выиграть? Ну, очевидно, что нет. Часто говорят о том, что дворянство закабалило несчастных крестьян, никаких оснований и возможностей подняться по социальной лестнице не было. И вот это, знаете, превращается в такое ощущение, что мы живем в Индии, где вот эти касты непроникаемы. То есть там нельзя. Вот ты родился в одной касте, ты в ней помрешь, чтобы ты не сделал. И каким-нибудь талантом не обладал. У нас все-таки это было не так. Огромное число людей кооптировалось в дворянство через военную службу. А все-таки, так как мы постоянно находились в состоянии войны, это сейчас нормальное состояние, состояние мира, тогда для того времени, не только для России, некоторые говорят, что вот милитаристская монархия, значит, постоянно притязала на какие-то новые завоевания, а народ, в общем-то, и не хотел этого. На самом деле, надо понимать, что Россия изначально, как государство, складывалась в условиях так называемого нечерноземья. То есть рискованное земледелие, очень низкая урожайность. Когда говорят, что это определяет вообще судьбу всей экономики России, на самом деле, это, конечно, упрощение, потому что это в первую очередь касается неразвитых способов воспроизводства. То есть для обществ примитивных и индустриально еще неразвитых, конечно, климатические условия являются основополагающими. И когда Россия ввела экспансию на юг, это было вызвано объективными причинами, что огромное население проживает на очень узком, узкой территории, вот этой среднерусской возвышенности. Урожайность, опять же, не позволяла не только производить избытки хлеба, но не позволяла даже, что называется, свои нужды покрывать. Это правда. Хотя сказать, что в Европе намного лучше тоже нет. У нас приблизительно сельское хозяйство можно сопоставить по урожайности с Северной Германией и Швеции. То же самое, 1,4, не больше. Урожайность больше, естественно, Италия, Испания, Франция. Но там теплее и более умеренный климат. Поэтому экспансионистская политика носила объективный характер. Кроме того, когда говорили о крепостном праве, очень часто в соцсетях многие люди говорят, вот Романовы ввели крепостное право. Крепостное право начало появляться, первый этап его произошел в 1592-1597, то есть в период правления Федора Иоанновича последнего из дома Рюриковича и Бориса Годунова, когда прекратили вот эту практику перехода в Юрий в день от помещика к помещику. Потом по соборному уложению царя Алексея Михайловича, конечно, закрепили, а при Петре уже окончательно было введено такое понятие, то есть при соборном уложении закрепили окончательно за всеми помещиками, но сыск беглых, как крестьян, был ограничен. При Петре этот срок стал вечен, то есть вне зависимости от того, когда крепостного ловили, его возвращали помещику. Но, что интересно, вот по статистике я буду оперировать цифрами, которые дал Борис Миронов в своем трехтомнике, я убежден совершенно, что вся критика, которая направлена против него, носит политический характер. Вообще вся историческая наука у нас последние, вот после большевистской периоды, а уж при большевизии, как и так далее, и тем более носит чисто политический окрас. То есть партийность в исследовании исторических вопросов абсолютная. То есть некоторые вопросы специально не исследуются, специально не изучаются. Огромный массив документов в Петрограде, в Петербурге не разбирается, хотя там архивы Сената, Государственного Совета. Это все лежит нетронуто, девственно, потому что это может изменить вообще взгляд на историю последних 200 лет вот Российской империи. Но это уничтожает? Ну, частично было уничтожено и вывезено, кстати, за рубеж. Все масонские дела вывезли. Это переданы были, да, добровольно причем переданы. Ну, какой добровольно? Один человек решил. Ну, как? Ну, они же не выкрали, им же их отдали. Мы-то не забыли. Ну, так кто же нас о чем когда спрашивал? Вот. Поэтому, конечно, эта тема на самом деле требует еще больших и обширных исследований, но на сегодняшний день я лично ничего более фундаментального и обобщающего по социально-политической, я подчеркиваю, социально-политической истории Российской империи, чем труд Миронова, не встречал. Там тоже есть небесспорные моменты, но тем не менее. Может ли быть непартийная история вообще с точки зрения рассуждений? Да, если только она не касается политических и таких вот острых вопросов области экономики, социального устройства и так далее. Вот история культуры очень даже может быть. Опять же, не всегда. Большевики ухитрились даже историю культуры подчинить своим идеологическим доктринам. Вот. Но, тем не менее, вот если избавиться от эмоциональной составляющей, да, просто как-то исследовать, то, конечно, история культуры наиболее подвержена партийности. Теперь, что касается сословия. Сословная политика Российской империи претерпевала разные периоды, разные, так сказать, повороты. Что надо отметить? Что дворянство зародилось как сословная группа, сословная корпорация при царе Ивана Васильевича Грозного. И она зародилась как государев двор. Отсюда прозвание дворянство. То есть придворные дворяне дворовые, да. Но дворовые позже стали уменьшительны и такой пренебрежительный оттенок носить, так как дворовые люди – это холопы, служащие своему барину в городском поместье, в городской усадьбе. Потом создан был государев двор именно для борьбы с боярством. А боярство было противником централизации государства. Это тоже надо всегда помнить. Держать свои водчины и не бить челом государю – это мое боярское желание, мое привилегие, которое мне дано от предков. И поэтому, когда Иван Третий переселял московский бояр в Новгород, новгородцев в Москву, это была совершенно четкая политика, направленная на разрыв горизонтальных связей, чтобы в новых условиях… Почему, кстати, о Новгороде тоже вопрос. Многие наши националисты, особенно нацдемы, любят укорять Москву, что вот свободолюбивый Новгород, подчинили тоталитарной, этой вот, гулянтаристской, московской… Деспотии. Деспотии, княжества, да. Но они, как люди, ну, скажем так, неглубоко изучающие предметы, забыли один момент. А момент этот носит еще и эсхатологический характер. Все, наверное, знают вот эту вот доктрину Москва-Третий Рим. Осводится она, прежде всего, к тому, что царь или цесарь, базилевс, монарх, он не только светский владыка, но он первый среди епископата православной церкви. И это принципиальный момент. То есть, ни один вселенский свободный созывался без воли заявления василевцев византийских. И без их утверждения решения, эти соборные правила не вступали в силу. Об этом тоже мало кто помнит. А альтернатива этому была так называемая легенда о Белом Клубке, которая утвердилась именно в Новгороде. А по нему, по этой легенде, именно митрополит, который получил этот Белый Клубок как патриарха византийского, последний, имел все основания претендовать на не только духовную, но и на светскую власть. И таким образом у нас сталкиваются совершенно две противоположные исторологические доктрины. То есть, папизм в лице новгородского боярства с традициями московского государства, которое ведет свои корни из Византии. Поэтому этот конфликт был неразрешим, поэтому Московское царство неоднократно совершало вот эти походы в Новгород, потому что там вот с точки зрения концепции Третьего Рима это была, конечно, ересь и нежелание подчиниться только единственному законному главе государства в лице московского великого князя впоследствии царя. Возвращаясь к дворянству, значит, самое важное, что если вести отсчет от времен Алексея Михайловича до Николая II, численный состав дворянства менялся приблизительно пропорционально, как росло население страны. Разница была только в несколько периодов. В 1719 году процент дворян от общего числа граждан был 2%, и также 2% было в 1795 после разделов Речи Посполитой, потому что большое число польской шляхты инкорпорировалось в русское дворянство, поэтому численно оно увеличилось. А в целом, если мы посмотрим, то коэффициент вот этот процент дворян от общего числа жителей империи составлял от 1,1 до 1,5 и ну вот при Алексея Михайловича 1,7, но вообще колебалось 1,4-1,5 процента от населения. Что здесь стоит отметить? это ужесточение правил инкорпорирования во дворянство. Если при Петре первый чин в армии позволял получить личное дворянство, то потомственный получал капитан. При Николае Первом несколько раз вот этот вот уровень планка получения личного дворянства, потомственного поднималась. Сначала личный дворянин младшего подпоручика подняли до штабс-капитана и потомственного до майора, потом это подняли до капитана личного дворянства и до полковника потомственного. Таким образом мы имеем принцип пирамиды, которая все время сужается к вершине. То есть чем выше поднимаетесь и вот это процентное соотношение все время уменьшается. В то время как в Англии противоположное то есть вот эта политика инкорпорирования джентри то есть зажиточных купцов торговцев дворянства обеспечила лояльность и стабильность всей британской социальной системы начиная с Вильгельма Аранского и позже. Вот здесь конечно можно сказать была совершена такая стратегическая ошибка со стороны верховной власти что она не пошла по этому пути. То есть социально-мобильные слои попадали в дворянство но это шло очень медленно и опять же вот это процентное соотношение всегда оставалось неизменным. Кстати интересный момент после Великих Форум Александра Второго когда уже исчезли сословные привилегии какое главное сословные привилегии дворянства право на владение землей и право на владение крепостным если нет ни земли нет ни крепостных смыслов дворянства ну кроме почетного статуса никакого не остается например малоизвестен факт что Николай Второй пожаловал личное дворянство и орден Святого Станислава Третьей степени Антона Павловича Чехова Антон Павлович даже не приехал получать ни орден ни дворянство то есть уже к началу 20 века статус дворянина очень девальвировался именно в связи со снятием вот этих сословных привилегий тот же Павел Регушинский говорит лучше я останусь первым купцом на Москве чем буду последним дворянином в Петербурге вот пожалуйста отношение к дворянству в то же время когда люди говорят что ну вот дворяне забивали там крепостных это преувеличение как кто-то сострил что если судить о русском дворянстве по Салтычихе то приблизительно как судить об английском дворянстве по Джокопотрошителю были особые случаи были жестокие обращения но они не носили ни тотального характера ну а потом надо понимать это же собственность но если ты рачительный хозяин что же ты будешь убивать куриц которые несет те золотые яйца а это подтверждается еще одним фактом постоянно на всем протяжении от Петра Великого до Александра Второго цена на крестьянина росла то есть если это убыточный убыточное орудие да или убыточный способ производства то почему тогда цена растет цена не может расти а деньги то в отличие от нынешних были либо с долг либо серебро то есть не подвержены инфляции значит растет спрос на труд на крестьянский труд потому что понятно что дворянство без земли то есть без крестьянина но землевладение бессмысленно наверное все помнят войну и мир Льва Толстого и думают что вот все дворяне это как раз вот те кто показан небезызвестным так что я уже теперь классическом Романе Льва Николаевич на самом деле это конечно не так а потому что он показал высший слой это аристократия так вот в процентном отношении во время Николая Первого помещики имевшие тысячу и более крепостных от общего числа дворян составляли всего 1,3 процента владели они 33 и 2 десятами процента от общего числа крепостных кстати когда люди некоторые занимаются в школе преподают или в институтах удивляются почему почему так вдруг когда происходит отмена крепостного права всего осталось где-то около 28 30 процентов крестьян которые принадлежали частным владельцам а остальные кто они были свободных государственные раз а вторые еще казаки вот именно я про то и говорю казаки к крестьяне никогда не относились к этим кто остальные нет я имею ввиду крестьян кому принадлежали еще церковь у нас извините монастырские землевладения и крепостные были национализированы или да при екатии невеликой то есть у настои уже не являлись хотя до этого были одни из крупнейших собственных да еще было такое понятие как приписные к заводам и удельные а удельные крестьяне это крестьяне принадлежащие императорской фамилии процент удельных крестьян от общего числа составлял где-то около 5-6 процентов то есть на момент отмены крепостного права в министерстве двора и уделов было записано 472 тысячи крепостных но это принадлежало всей династии и кстати очень интересный момент когда говорят кто вот у нас любит термонетизировать декабристов ни один декабрист не освободил ни одного крепостного ну герцин не декабрист вот а освободил одна из первых была в 1857 году великая княгиня Елена Павловна это так сказать известный факт это жена брата Николая Первого великого князя Михаила Павловича вот причем освободил без всяких обязательств имущественных если говорить о сословии дворянском самая вот большая процентовка по владению крепостными относилась к тем кто владел от 20 до 500 душ среднее число было где-то вот 150 200 250 то есть у нас во-первых дворянство было малопоместные и в большинстве своем небогатые например число помещиков у которых было от 1 до 20 крепостных при Екатерине составляло 59 процентов от общества числа дворян при Николае Первом 53 с половиной и накануне отмена крепостного права в 57 году 41 и 60 вторая группа от 21 до 100 составляла оставшиеся 35 то есть от 1 до 100 76 процентов от числа дворян накануне отмены крепостного права то есть и поэтому когда говорят помещики там же ничего подобного помещик мог существовать хорошо только при служении государству и государю это была или военная служба или гражданская служба но служба за жалование потому что кормиться от извините от 20 крепостных но физически невозможно потому что он должен был поддерживать свой социальный статус он должен был поддерживать так сказать определенный уровень уровень и образ жизни это не позволяло вот такому количеству крепостных и тем маленьким земельным наделам что были у вот этих мелких дворян жалованные грамоты дворянства вот здесь очень такой сложный вопрос в каком смысле что действительно она ведь повторила практически указ Петра Третьего о освобождении дворян от обязательной службы но все ждали что и теперь вот по мне неизвестен документ что Петр Третий подготовил идентичный проект по крестьянству но логика заговора может быть объяснена именно тем что дворянство испугалось потери своей собственности и когда говорят вот они там восстали против значит невыгодного петербургского договора по которому Петр отдался за воевание семилетней войны может быть гвардия роптала но пойти на заговор без видимых материальных причин на мой взгляд это переоценка и вот то что Петр Третий не сделал уже не сделали вплоть до Александра Второго Николай Первый пошел по другому пути он пытался решить вопрос с крепостными не затрагивая основы существующего строя то есть если имение с крестьянами попадало в дворянский банк в залог то обратно выкуп мог быть только имение а крепостные получали вот этот статус государственных крестьян обратно крепостные не выкупались вот и именно поэтому когда пришло время ликвидации крепостного права в 1861 году то и число крепостных осталось вот в районе 30% вот эта вот миссия Николая Первого почему-то ну понятно почему всегда официальной историографией замалчивалась что же по жаловной грамоте дворянство Екатерины даровало это прежде всего сословные права и привилегии были закреплены на законодательном уровне в частности вот как раз право на землевладение и владение крепостными никто более не мог владеть крепостными и землей как же Демидова Демидова сначала стали дворянами получили дворянство а потом стали владеть крепостными крестьян они как иначе далее права дворянина являлись наследственными и безусловными то есть они передавались по наследству вне зависимости служит он государству или не служит. И таким образом образовалось вот это вот сословие вольных дворян. И когда, наверное, многие знают эту легенду, не легенду, а хокрив исторический, что Пушкин был очень недовольный, что ему дали звание камергенкира двора Николаем Первым. Да, во-первых, а во-вторых, извините, когда князь Вяземский, приблизительно его же ровесник, стал камергером, но Вяземский был камергенкером еще при дворе Александра Первого, когда Александр Сергеевич, извините, пребывал в ссылке в своем имении. Поэтому, если ты не служишь, то прыгнуть выше головы невозможно, даже если ты ходишь под руку с государем. Это значит, что система носила характер безличностный. То есть система работала на уровне механизма. Я не могу тебя, Александр Сергеевич, пожаловать, потому что меня просто весь двор заклюет. Меня будут, так сказать, шептаться, смотреть. Не могу. Прости, люблю, но не могу. Вот. Следующее. Дворяне имели сословные корпорации, губянские и уездные. Но, что интересно, что общероссийского дворянского собрания не существовало. И когда сейчас у нас есть, так называемое, российское дворянское собрание, это, на самом деле, российское собрание потомков дворянства, да? Или собрание потомков российского. Они до этого выражали. Они еще выразили Александру Второму, когда он заявил, он первый собрал съезд московского дворянства и огласил вот это вот положение о будущем отмене крепостного права. И ему последовал адрес, что, государь, мы не поддерживаем ваше начинание и просим пересмотреть положение, которое предполагается. На что он сказал, что никому не дозволено, кроме меня, вмешиваться в государственные дела и интересы. и московское губернское дворянство с этого момента распускаю и назначаю новый вывод. То есть, откуда вот это волеизъявление? Вот, кстати, воля у Александра Второго взялась, да? Ведь вроде как Павла, его деда убили, прадеда убили. Она взялась с Сенатской площади. Вот когда Николай Первый подавил мятеж декабристов, вот тогда монархия стала самодостаточной в том смысле, что она могла принимать те стратегические общенациональные решения, которые даже шли в противоречие с правящим классом. До этого она была заложником ситуации, потому что все помнили вечные эти перевороты, то Анну Леопольдовну с Иваном Третьим в Шлиссельбург, то там в Робши несчастные случаи с Петром Федоровичем, то Михайловский замок и так далее. То есть Трун был очень зыбок с точки зрения безопасности носителей верховной власти. А Николай Первый уже систематизировал и все, и больше никаких дворцовых переворотов не было до конца российской монархии. Дальше. Дворянство обладало со словом самосознания, менталитетом безусловно, то есть своя культура. Но вот тут проблема в чем? Ведь и раньше было, и дворяне до Петровского времени, и боявства, они же стояли над более низкими сословиями. В чем здесь произошел разлом? В том, что массы остались в большинстве своем православными, а дворянство начало искать какую-то другую идейную базу для своего господства, для своей власти. Отсюда игра в масонство, особенно это популярно было, так сказать, при Екатерине II, хотя она же и закрыла после известных дел все ложи. Да, но действия продолжались, да, это правда. Вот. Второй, кстати, акт запрета всех лож на территории империи выпустил Николай I в 1732 году. И они уже не собирались открыть, но тайно действовали, но в основном они собирались где, кто может вспомнить или знает, в царстве польском. Вот это тот анклав, где масонство всегда существовало. Сначала оно существовало по тому либеральному, то ли, либеральной Конституции, которую даровал Александр I, а затем уже просто, как говорится, шляхта так видела свою миссию в борьбе с русским, самодержавием, с русской монархией. Поэтому касаемо разлома, это, конечно, ментальный, культурный разлом, Но среднее звено дворянства не было так подвержено этому влиянию, а высшие страты, естественно, были более подвержены, потому что они, во-первых, имели доступ к выезду за границу, многие учились в иностранных университетах, ну, и вообще, как бы, считали это для себя хорошим тоном, отделить себя от основной массы. Далее, ну, дворянство то, что имело внешние сословные атрибуты, всем понятно, этикет, герб, титул, этого никто, кроме дворян, не имел, хотя в Европе, кстати говоря, право на герб имели даже городские обыватели. Вот, это тоже особенность такая. По поводу бюрократии, значит, правящий слой в Российской империи это военная аристократия и государственная бюрократия. Никакой буржуазии, конечно, даже рядом не было, и это было одной из причин, что она так активно финансировала революционные движения, революционные общества при последних двух царствиях, но особенно при Николае Втором. Редактор субтитров